приветствую вас друзья коллеги и любители путешествовать на автомобилях хочу рассказать вам про компанию международный транспортный сервис они создали очень крутое и удобное мобильное приложение где объединили грузовые стоянки мойки шиномонтажи я вам больше скажу за год они построили пять собственных придорожных комплексов и поверьте это только начало это м4 492 километр на въезде воронеж м4 1077 километр ростов справа м4 1077 километр ростов слева м4 1360 километр адыгейск м5 894 километр цизраль на комплексах есть грузовая мойка грузовой шиномонтаж стоянка душ прачечная сушка одежды мини-маркет авто товары до 2025 года ребята хотят заполнить такими комплексами все федералки они уже освоили почти всю четверку сейчас планируют прийти на м5 и м7 для всех водителей которые заезжают к ним с ночевкой они предоставляют бесплатный завтрак туалет кстати у них тоже бесплатный а для водителей которые работают в компаниях у них вообще какой-то безумие заехал ты с ночевкой на их стоянку и получил совершенно бесплатно душ прачечную сушку одежды завтрак коллеги все это мтс предоставляет вам бесплатно за это ваша фирма не платит не вычитает зарплаты компания работает с крупными ритейлами перевозчиками очень открытая компания классный инстаграм ссылку оставлю под видео обязательно заходите подписывайтесь и следите за открытием новых придорожных комплексов успехов вам ребята а мы свою очередь будем их поддерживать чтобы поскорее открывали для нас все больше и больше таких придорожных комплексов доброе утро леди и джентльмены это уже утро красноярском крае или подождите или еще кемеровская область не наверно красноярский краю черт стал я ночью не заметил зато ночью заметил уча сами все увидите так как-то надо вылезти чтоб не утонуть короче от нашего мытья видите все что осталось что мы ли мы ее то зря это вчера тут на ремонтах между кемерово тут и мариинском здесь тоже 4 3 или 4 светофора и все главное что я вчера поймал вернее не вчера сегодня ночью но это долго не стоял но сам факт что там едешь асфальта нет а дождь прошел ну сами видите что творится на стоянке грязь болото и все соответственно о землячок здесь что везет дровишки дрова в прицеп загружены и этот открыт чтобы проветрилось клапанок уголок чтобы это не зелене ляри и сейчас спереди еще должны быть открыт нет обычно еще когда мы возили вот у него сзади открыто и вот здесь вот так уголок открывали и чтобы проветривание шло вот так суда воздух заходил и туда чтоб не зеленели трава но сами видите все внешний вид испорчен а спереди что спереди не намного лучше по ремонтам по гравейке все видите все заляпали а щито делать так стеклышка помыть да ну что осталось ой 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 на от всей нашей красоты не осталось и следа поехали время 7 7 часов 28 мы здесь недалеко от мариинска на какая-то стоянка кафе тут уже было до фонаря лишь бы стать ехали сюда по кругу а то в левую сторону здесь слишком круто надо крутить здесь так круто не надо можно нажать назад сдать за счет вот дожди прошли и все куда не за есть если стоянка не асфальтированная везде грязно на ремонтах тоже грязно но это нормальное явление тут еще такого известно что от всей нашей нам этой красоты скажем так не осталось и следа ну что сегодня четверг 17 июня вы считаете уже июнь почти закончился че тут осталось то рацио включим а по ходу будет тепло скорее всего даже жарко вот эти тут даже вот ремонт продолжается тут от мариинска до вернет кемерово до мариинска вообще один ремонт сплошной тут асфальт срезан тут еще он как-то так срезан что он еще хотя бы что то есть там на самих ремонтах он просто по кровейке приходилось ехать после дождя вот поэтому такой внешний вид и приняли ну ладно чуть рабочий момент не мыть же ее сейчас опять до первого дождя опять вот 36 километров до мариинской объездной 20 минут 8 сегодня у нас заказана выгрузка варенцировочного три часа дня было договорено давай продлится давай 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 разуме красавчик вот потихонечку будем ехать сейчас надо найти какой-нибудь ну вчера просто уже не было ни сил ни желания вчера было одно желание отстать спать куда-нибудь доедем плане надо сходить в душ хотя сегодня и выгружаться но что там не какие работы производить ремни отрезать и все все остальное будут делать совершенно другие специально обученные люди вот 44 но это сам мариинск 35 стадообъездной сейчас может опять какой ремонт упрёмся в реверс да точно вот опять становимся в реверс ну вот три светофора вчера было 4 я не знаю конечно если вот на данный момент поехать сюда в эту сторону если мне нужно было заправляться в кемерово я бы здесь не поехал назад во всяком случае я бы здесь не поехал я бы поехал через 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 что через томск конечно пацаны вон пошли на красный но мы подождем все нормальные иллюзии ко всем остальным можно ехать а мы постоим согласки тоже не выдерживает нервная система до зеленый загорится все поедем но ведь и красный свет горит все стоим ждем в принципе чем мы будем мучиться что-то искать сейчас в мариинск пройдем поедем заедем покушаем корейки косточки если будет если не будет корейки значит мяско возьмем вот типа наш завтрак будет потому что даже проснулся даже кофе не пью что-то не хочется вчера просто это почему так получилось давид когда приехал в кемерово как раз приехал без 20 12 на заправку и она это пересменка то что пересменка там смена этих людей и все она там полчаса мы ждали пока 10 минут 1 хозяйка начала отпускать топлива показа правил 900 нет 870 литров не пошло получается с елабуги но нет какой с елабуги с казани до кемерово 870 литров у меня сожрало принципе я считаю хорошо сейчас сейчас расход двадцать девять и четыре вот по кемерово подняла на четыре десятых кемерово я приехал вообще 29 на подъезде вот так вот дарит приехал с кофе вы короче там ляля там поля там этот кофе 3 ну все процент давай все удачи спокойно ночью я еду и понимаю что я спать не хочу все знак не в одном глазу вот тоже какая-то стоянка душ нет заедем ващинске перед нашим любимым светофором заедем эту большую стоянку с правой стороны и там морду лица привезем в порядок себя привезу в порядок а то что-то вот подзапустили малость по графику еще вчера бриться надо вот так вот вот так вот сделал все сегодня надо уже привести себя в порядок сегодня будут опять плен брать что-то там мутят я не знаю как вот я уже боюсь как бы с какой-нибудь скалы или с какого-нибудь самолета без парашюта в этот красноярске водохранилище не скинули или вообще в тайгуте не выбросили экстремальный туризм называется эти могут такие товарищи что что дон корлеон и что супруга того фантазия там бьют через край что-то там ну какие-то там планы грандиозные что я говорю если честно я ничего не знаю вообще ни о чем тебя ждет много сюрпризов я говорю ага и не объедешь красноярск не проскочишь мимо в самом красноярске выгружаться кстати выгружаться нам на другом берегу Енисея надо будет короче объехать чтобы через весь город не ехать надо будет объехать по объездной и с другой стороны это ближе к теме вот поэтому сейчас заедем заедем позавтракаем так плотничком потому что следующий прием пищи неизвестно когда потом заедем остановимся в Ачинске спа процедуры туда-сюда вот и к трем часам я спросил как выгружать будете краном все делов на полчаса я дольше ремни буду развязывать чем меня будут выгружать все будет нормально обратки пока нет вернее как всегда обраток рейсов много рейсов за деньги нету ну не знаю что сегодня что-то же сегодня уже нужно выискивать брать потому что завтра пятница но это тоже все день только начался без десяти восемь местного поэтому едем сначала едем завтракать с плотничком так а то вчера тоже это не еды нормальной не было ничего это неправильно я так не люблю война войной обед по расписанию и ужин тоже потом гастрит какой не дай бог схватишь а кстати он александру спасибо за водичку карачинская генералочка ой классная ждем наш заказ хорошее кафе хорошее кафе здесь кормят классно ну как вам два кусочка мяска да вот это завтрак вот это по нашему то всю чай бутерброды так далее приятного аппетита алексей николаевич о аж дышать тяжко два куска мяса таких завалить с утра пораньше все сейчас опять спать захочется ё-моё смотрите какие мы мурзаты а а здесь вон прилетел красавчик прямо там где камера стоит надо брать мыть идти а что ты тут поедем красноярск ну поехали ну поехали зверь серьезный был пошли по моему окошко а то как раз вот именно где камера у меня стоит прямо напротив нее это желтая плямба вот никс гуд получается да ой все поставить я думаю вам не очень приятно вот сейчас по моему ну сейчас по моему Продолжение следует... Продолжение следует... Все, следующий пункт остановки у нас... А ты откуда тут взялся? Иди сюда, я сейчас тут отправлю... Да шо ж ты не поймать-то, а? Все. Вот гад! Вот вертки! Долетался? Долетался! Маршрут рассчитывается. Че тут рассчитывать маршрут? 353 километра и мы на месте. Следующий пункт остановки Ачинск. Суслова, суслова. Поворот на суслова. Ну корейка здесь, конечно, знатная. У меня еще была мысля, может, какой картошки взять к ней. Потом думаю... У меня есть два куска чуть втоптал. Так, Ачинск, сколько у нас тут километров до Ачинска? Наверное... Сто с копейками, по-моему. Я не ошибаюсь. Дешево 7,6 километра. Ну часа два. Ориентировочно. Здесь сегодня обещают... 28. Вот и нем. Сейчас 22. И бабочек вот тут часу потеплело. У них пошел этот период как раз. И тогда вот мы 22 числа. Я точно запомнил, что 22 июня был. Сегодня у нас уже 17. Как раз вот они только одубляться начинают увидеться. Улетают на дорогу, играют в опасные игры. Чтобы они все на дорогу улица отлетают. Летается вон где травка-то еще шоу, вот на дорогу тянет-то дает. Тянет, наверное, и там летать. Да просто кажется, что они все здесь могут быть. Вы только гляньте, сколько их. Это шелкопрят или как это называется, эта бабочка. Видите, все облобовое долбится. Каким успехом к вечеру тут тоже будут все обочины белые. То, что я тогда наблюдал, я такой картины еще ни разу не видел. Реально как будто снег на обочинах был. И ты так проезжаешь, и когда эту вьюгу поднимаешь, и точно так же ты смотришь в правое там зеркало, и за тобой такой шлейф этих... Как зимой снега, так и летом было бабочек. Да, помолотится их тут походу меренно-немеренно. Пока мы здесь доедем куда-нибудь. 150 до Ачинска. Отсюда. Вот как раз 2 часа нормально. Там туда-сюда, помыться. Это около 12. И выезжать, как и в принципе к трем. Как и планировали на выгрузку. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Это сейчас, как всегда, языком ля-ля-ля-та-па-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Начнется. Тут хоть не дай бог. Как вам наш лобовичок? Ну ладно. Наверное, спереди уже на Траска похож. Такого же цвета желтого. Е-мое, это ж сколько их, миллионов. Это я только, я уже сколько тут намолотил. Эти беленьких. Девушки, ну вот, зачем ты там налево? Что ты там можешь делать? С чем тебе поехать? А, это не достроенный, да? Боготоли. Да. Я даже щетки даже и не пробую. Я не вижу вообще никакого смысла их даже включать. Сейчас здесь только включишь, это все просто размажешь. Сейчас хоть можно вот в щелочку между этими желтыми плямбами что-нибудь увидеть. А так потом ты это все просто размажешь полную веку. Сейчас в Ачинск приедем, будем мы что делать. 60 километров до Ачинска отсюда. Ну это да, это, видишь, как горох, ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Временами. Что, что ты будешь делать? Ты не как этого кабара словить не словил. Все, кровнуто. Он такой хитрый какой-то. Попался здесь. ты хитрая хитрее вы быстрее быстрее так и мы с ним долго я за ним гонялся очередная плямба временами как в летишь в их рассадник там у них это сходя какой-то 70 бабочек и голова чтобы 100 сразу ладно не 100 чтоб 50 с картечи врезал по кабине масса тина как раз попали в самый брачный период летать там он себе поля вам мало что еще на эту дорогу летите богатол тюх тюхтет 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 скорее всего нет мой на него даже 47 километров по какому-нибудь бездорожье после богатого здесь когда-то до очередной пост дпс даже вот интересно было посчитать сколько например вот от москвы до красноярска когда-то было этих постов на каждом перекрестке не работа была одни сплошные разговоры обалдеть 17 июня здесь еще только дуванчики он цветут беленькие вот цели вернее до 17 июня уже восемь скоро еще туда-сюда и все и на здесь только дуанчики да тут он на поле посмотреть сюда еще только-только взошло все тепла не было говорят совсем не было что-то там в начале по весне в начале тепло было когда у нас еще в европейской части снег шел здесь уже чуть ли не плюс 17 было потом все наоборот поменялось что дурдом с погодой тоже в этом году колбасе так не по-детски сейчас вроде как ничего сам факт до 17 июня и штука туванчики беленькие целое поле видели целое целое красота красноярск 167 на точке выгрузки 188 велка вачинск вам дышать нечего ответ на лара от клиноземного тут все ароматы какие только можно успеем еще на этом статуре повернуться поехали искупаемся что я туда я не хочу ехать я прощеблюсь парня достал крышу поднял туда по кругу по этой стоянке нету поехать там пойти в ямам опять вот здесь у тебя есть поставлю автосервис гостиницы металла база гостиницу я понимаю найти вот за скину проезд не мешаю потом по прямой и выеду на следующем повороте направо все пойдем займемся спа и стиралочка есть постираться можно ни разу тут не был уже я наследил ну да ладно тут я так понимаю банька она выключена не работает ну еще нормально я думаю водичка тоже должна быть тепленькая это какая это тёпленькая и вот это я не знаю короче не нормально тепленькая пошла все хорошо надо было конечно сланцы переодеть местная здесь все будем принимать спа процедуры это выездное с того что ли шиномонтаж выездной вот в это желтикое здание вот там вот душ баня ну да кто-то крутит колеса киргизом все частный человек ямку теперь на доска не спать делать опять по новой ну что лобовик будем мыть панах снова нет так то у нас эти бабочки тут не задерживаются хотя туда он немножко забивается гляньте только на лобовик а не ну по-любому мыть надо сгугаться будет перкисы на оценочках на рэппо да вот уже надо этот брать потом эти остатки вылить вот одна ушла за сколько за четыре дня пять пошли арбайтер сколько этого счастья здесь вот так лучший вид то правда честно сказать я уже упарился этот зоопарк отсюда выцирать тоже дожди хорошие здесь прошли но вон какие лужи еще еще поварите на правду так время у нас 12 хорошо до места 187 но это по прямой по объезду будет немножко дальше там просто по прямой если заходить она через Красноярск ехать а так мы объедем и по этой стороне Енисея только с другой ну с этой с южной северной стороны зайдем а потом к мосту и через Енисея перепрыгнем и все она не хочет смывать трет-трет умывается ли это средство для мытья дешевенькое ну что дорогое брать какой-то дешевый этот купил за 30 рублей разводы оставляют поэтому вот видите опять сюда светофор в действии сейчас все налево поворачивается а они тоже все налево на стрелку поворачиваются не ну дурацкая дурацкая не знаю по моему мнению дурацкая организация движения и абсолютно неправильно когда разрешают отсюда стрелку налево откуда я сейчас еду прямо разрешать нельзя и налево ну ладно эту тему уже терли тут тысячу раз поэтому касаться мы ее не будем и все сейчас проходим матчинс по бездорожью я сильно сомневаюсь что здесь дорога появилась вернее дорога есть через 100 метров поверните ура скорая святое через 50 метров поверните налево за редким исключением некоторых водятлов на скорых и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Подписывайтесь на наш канал!